Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 апреля, у нас ужасная жара. В теплице вот я сейчас зашла дышать нечем, 38 градусов. Это ужас. Ничем пока понизить температуру невозможно, потому что затеняющую сетку я хотела сегодня развесить. Но прогноз на следующие дни неблагоприятный, всего 6 градусов. И поэтому каждый лишний лучик солнца будет нам нужен, и будут еще ночи, минус 3, минус 1, затенить рано. Если только что я сегодня вешать, а завтра опять снимать, смысла нет. Но в такой жаре, даже вот смотрите, высаженные уже несколько дней назад и адаптированные здесь томаты, и то им тяжело. Даже вот у Демидова начали уже скручиваться листочки от жары. Но я думаю, что часа через 2 жара спадет, все, они придут в себя, я их полью. Что я хотела сказать? В это время возникают сразу вопросы про двери. Открытые, закрытые, как открывать, как закрывать. Естественно, в такую температуру, вот как сейчас здесь, двери у меня обин открыты настиж. Здесь нет, посмотрите, нет никакого конденсата, вот совершенно сухие стенки, все сухо, все высохшее. Это хорошая вот такая, как сказать, температура. И видите, все томаты проветриваются. Видите, они на ветру у меня, все колышутся. Им это нравится, томаты любят проветривание. Я сегодня уже принесла палки, буду привязывать их к палкам, потому что вчера высаживала вот эти высокорослые. Вот тут вот Вова, Путин, там сибирский изобильный, алтайский силач. Они очень высокие, я боюсь, что при таком ветерке их может даже уронить немного. Но сейчас я буду разговаривать про температуру. И когда спрашивают, при какой температуре вы открываете двери, ну имеется в виду даже первую уже, как сначала с одной же начинаем. Ну, конечно, никто тут точную температуру не меряет. У меня все на уровне ощущений. Я вот зашла в теплицу утром. Обычно же здесь конденсат такой, который нам, в общем-то, не нужен, нежелателен. И если тут я вот разделась, например, работаю, и если я тут чувствую, что мне жарко и тепло, я сразу открываю одну дверь. Если не жарко и не тепло, и когда я ухожу из теплицы, прекращаю работать, я, значит, оставляю одну форточку открытой. Но все это, конечно, в пределах разумного. Если на улице, вот как завтра будет 6 градусов, 8 градусов, при 6 градусах я не открываю ни форточку, ни дверь. Приходится мириться с конденсатом, потому что застудить томаты тоже не хочется. Сильно их переохлаждать не стоит. Но когда на улице 10 градусов, 10-12, вот такая томатом приемлемая погода, можно открывать форточку для проветривания. Когда 15 градусов, можете уже смело одну дверь открытую оставить, потому что 12-15 градусов – это самая такая хорошая для них температура. Им сильно жара вот такая, как в духовке, тоже не нужна. Ну а, естественно, если больше 15, вот как сегодня 18-20, у нас 25 даже сегодня доходит, конечно, обе двери настиж, и все мы это проветриваем. Тут сквозняки. Вот это самое идеальное, конечно, такая для томатов. Они любят проветривание, они любят свежий воздух. Это не огурцы, они не любят влажность. Тут сухой хороший воздух. Ну, конечно, немного чрезмерно жарко здесь. Но сетку потом затеняющую повешу. Я когда буду вешать, я все вам расскажу, покажу, и будет нормально. Двери желательно вообще держать открытыми. Вот сегодня у нас в ночь уже идет похолодание. Если бы не было похолодания, я вообще обе двери оставила бы открытыми. Ну все. А так, ну смотрите по своим ощущениям. Если вы чувствуете, что на улице так холодно, что вам самим хочется зайти в дом и погреться куда-то в теплое место, то, конечно, дверь не стоит открытую оставлять. Все-таки они хоть и любят ветерок, проветривание, но переостужать их тоже не нужно. Ой, смотрите, томаты, которые вчера высаживала, они как свареные. Но ничего, сейчас к нам придет холод, завтра 6 градусов всего. Вот красавицы, скорее бы всех высадить. И все придут в себя встрепенуться. Вот при 6 градусах завтра здесь как раз будет 10-12 в теплице. Вот это для них идеально. Но двери завтра открывать, наверное, не будем. Все, до свидания.